Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ольга Алексеева. Смотрите сегодня. За победу! В столице Чувашии наградили ветеранов войны и тружеников тыла юбилейными медалями. День с розовой лентой. Волонтеры пришли поддержать пациентов онкогематологического отделения. К службе готовы! Чувашия на четвертом месте среди регионов Центрального военного округа по итогам осеннего призыва. Десять тысяч ветеранов войны и тружеников тыла получат юбилейные медали в честь Великой Победы. Сегодня в Доме правительства вручили первые. Военный вальс как символ героического прошлого страны, когда рядом были вера и надежда, горечь и печаль. Они вернулись домой с победой, живые. И это главное. В сегодняшнем наградном списке 14 имен. Рядом с теми, кто воевал, те, кто ковал победу в тылу. После окончания Дальневосточного артиллерийского училища служил в Забайкальском военном округе. Многие из них в годы войны были совсем юными, но наравне со взрослыми работали от зари до зари. Выпускали оружие и боеприпасы, сеяли и убирали, шили одежду, лечили раненых. Во время войны я училась в школе, аватарская, в 10 классе. И вдруг нас приглашает в военный комиссариат. Военный комиссариат приглашает и говорит, готовьтесь, вы поедете на фронт. Какое, как, чего, молодая девчонка, мы же молодые еще были, не обчесанные, как говорится. Мама говорит, ну что делать, а как я буду жить одна, мне пять человек, на пять человек, я самая старшая. Мама, значит, берет меня, мы пошли в военкомат. Военкомат, а я объяснила, у меня маленькие еще дети, вы хоть оставьте ее. Он говорит, садитесь к меня, садись. И говорит, вы будете учить, вы будете здесь оставаться. Останетесь на броне. Мне дали броню. Я училась там в сельскохозяйственном технике, на бухгалтере. А потом, когда я училась хорошо, экстерна, кончила, и меня приглашает Министерство сельского хозяйства в Чапоксаре, Золотове. Дает мне пучок и направление работать в Марк-Пасаде. Мы все время были на полях. Торжественная церемония вручения юбилейных наград – это тоже еще одна страница истории. Это наша благодарность поколению, отстоявшему для нас мир. Для нас сам факт памяти, памяти тех подвигов очень важна. Важна, прежде всего, для того, чтобы еще раз вам сказать спасибо и слова благодарности, и оказать всяческие почести, которых вы заслужили. Ну и, конечно же, это важно для того, чтобы нам воспитывать наше подрастающее поколение. Потому что только памятью сильна наша нация. Только памятью о тех людях, которые, не жалея себя, отдавая всего себя, сотворили этот день победы. Рифат Фаткулин, Маргарита Мельникова, Игорь Зверев, Республика. Тех, кто не смог сегодня прийти на торжество, Олег Николаев поздравил лично. Спасибо вам большое. Спасибо. Мне очень большая честь получить с рук главы любимой республики. Мы вашим примером будем вдохновлять детей, чтобы они хорошо учились, старались для Родины. Ветерану войны Агриппине Алексеевне в мае исполнится 95. Народами села Верхние Татмыши Оликовского района. В силу возраста рядом с ней всегда ее близкие. Именно им она рассказывает о войне. На фронт Агриппина Янович попала в 42-м. Из Канаша-Канаша обожили немного, поехали и увезли в Троицк. Запасной полк. Там в ванне помылись, обмундирование дали. Они построили нас. И один командир подошел к нам. Вы поедете в 18-й гвардейской стрелковой девичью. И вот туда мы увезли. Ясная память, твердый ум. Агриппина Алексеевна помнит даты, фамилии, названия населенных пунктов. Она участвовала в освобождении Белоруссии, дошла до Кёнигсберга. В памяти ветерана страшные бои на Курск-Дуге. Сражение началось 5 июля. Вообще, немцы хотели 5 июля, но наши опередили. И начали утром 4 часа. Наше дело – оказать первую помощь медицинскую раненым солдатам на полях сражений. Прошли годы. Без конца была в действующей армии. Агриппина Янович награждена Орденом Отечественной войны, медалями за взятие Кёнигсберга, за боевые заслуги. После демобилизации она окончила педагогическое училище и долгие годы работала учителем начальных классов в родном районе. Нынешнему поколению я хочу, чтобы они очень хорошо, дружно жили, трудились и хочу, чтобы войны не было. То, что мы пережили, наши дети, внуки, правнуки не видели. В преддверии юбилейной годовщины Великой Победы прошел и международный педагогический конкурс. Его победителями стали 528 российских учителей. В их числе Ольга Крепышева из столичной школы номер 28. Ее музыкальный урок был признан лучшим. Мы сегодня с вами поговорим о музыке на войне. Ольга Крепышева работает в школе уже три десятка лет. Она учитель музыки. На ее уроках ученики не только поют, но и слушают с замиранием сердца. Начинайте. Раз, два. Появляются мурашки на коже, и как-то все вот это через себя проходит. Тоже там музыка вся. Песни, которые написали давно, но смысл, он и сейчас как бы важен очень. Достучаться можно до каждого ученика, уверен педагог. Надо только найти нужные струны. Свой урок победы педагог сдаван отлично. Результат – первое место на региональном этапе конкурса. О том, что было, никогда нельзя забывать. Это уроки, посвященные воспитанию патриотизма. Все учителя на любых своих уроках, неважно какой это предмет, об этом говорят. И литература, и музыка, они ближе всего к душе. И, естественно, мы говорим на уроках о том, как это было. Приводим примеры из жизни конкретных героев, может быть, войны, участников войны, ветеранов. Никто не забыт и ничто не забыто. Для Калиста Мулины это не пустые слова. Она подготовила целый рассказ о своем прадеде. Мой прадедушка Мулин Петр Семенович был защитником Брестской крепости. Его жена работала учителем. Он воевал за то, чтобы сейчас мы жили хорошо. Те, кто сражался, они испытывали большую потерю в семье, большую больную. Это все они делали ради нас. И я горжусь своим дедушкой. Учителя в постоянном поиске новых методик и практик. Инновационные формы, необычные наглядные пособия. Все для того, чтобы привлечь внимание учеников к теме. Детям, несомненно, нравятся такие уроки. Это затрагивает их действительно человеческие струнки. К патриотизму не надо просто призывать, а надо это чувство в детях бережно воспитывать, что и стараются делать педагоги нашей школы. Урок метапредметный. В нем очень много соединено было. Он информативный, глубокий и чувственный урок. Я думаю, жюри его оценить по достоинству. Из более чем 500 работ жюри определят 33 финалистов. Имена победителей станут известны в конце февраля. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев. Республика. Сегодня всемирный день борьбы с онкологией. В последние годы этот диагноз все чаще встречается у детей. Сегодня волонтеры навестили пациентов отделения онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы. Отделение детской онкологии и гематологии – единственное в республике. Ежегодно здесь проходит лечение и обследование около 500 детей. Для пятилетнего Жени Васильева все в отделении привычно и знакомо. Вот уже полтора года он отважно борется с лейкозом крови. Лечит, как говорится, на ноги ставят, сказали. Излечимое. Лечится, все хорошо. Примерно два года лечится. Ладно, за сына как-то уж потерпеть. Поддержать маленьких пациентов онкогематологического отделения сегодня пришли волонтеры проекта «Радость детства». Участники, пусть и ненадолго, вернули ребят в беззаботный мир. Ежегодно в мире раковые заболевания выявляются примерно у 300 тысяч детей самых разных возрастов. Онкологию сложно диагностировать при обычном осмотре. И именно поэтому примерно пятая часть всех маленьких пациентов поступает на лечение на последних стадиях болезни. В этом направлении проводится активная диспансеризация детей. Это в месяц, в три месяца, в шесть месяцев, в девять, в двенадцать, в двадцать четыре месяца. Позволяет выявить ту или иную онкологическую патологию на ранних стадиях. Естественно, должна быть такована консторожность у врачей, в том числе педиатров. Если какой-то симптом или какой-то синдром не сходится с заболеванием основным, по поводу которого наблюдается или лечится ребенок, естественно, необходимо направлять этого пациента к онкологу, к специалисту. Богдана Дойникова, Андрей Шоклев, Республика. Чувашия на четвертом месте среди регионов Центрального военного округа по итогам работы осеннего призыва военных комиссариатов. В войска отправились 1056 новобранцев. 11 муниципальных образований Республики. План по призыву даже перевыполнили. А в Чубоксарах и в Ханаше число призывников снизилось. Сложности столкнулись с тем, что особенности осеннего призыва были рост количества контрактников с одной стороны, с другой стороны рост количества уклонистов. В Чувашской Республике здесь я имею в виду не тех, кто уклоняется от военной службы в рамках уголовной или административной ответственности. Здесь я имею в виду тех лиц, которые не находятся по месту фактического регистрации или проживания. Это особенности миграционного оттока Чубашской Республики. В декабре прошлого года молодые люди на военную службу отправились с временного республиканского сборного пункта в Чубоксарах, организованного в здании бывшей кадетской школы. В этом году на его же базе планируется провести и весенний призыв. Сборный пункт в Ханаше закрыт. Он был построен почти полвека назад. Капитального ремонта там никогда не было. Сейчас решается вопрос о возведении нового здания. Временно исполняющий обязанности главы Чубашии Олег Николаев взял на личный контроль вопрос строительства призывного пункта в Ханаше, чтобы обратиться в Минобороны России. Татьяна Трофимова, Павел Рядков, Республика. Вопросы развития молодежного парламентаризма в Чубашии обсудили в Доме правительства. 23 человека от 18 до 35 лет. Так выглядит сегодня молодежная палата Чубашии. Работает она при Государственном совете. Молодые люди формируют кадровый резерв при главе республики. Большинство из них связывает свою будущую работу с органами государственной власти, общественными движениями. И опыт старших товарищей здесь как нельзя кстати. Создание молодежного парламента – один из важнейших шагов в этом направлении, поскольку в результате парламентской деятельности молодые люди получают опыт законотворчества, опыт проектной работы, развиваются их творческие способности, лидерские качества, формируется социально активная личность. Молодежь активно поддерживает инициативы депутатов. В рамках партийного проекта «Народный контроль» в совместности с депутатами представители молодежного парламента участвуют в рейдах. Неоднократно принимаю участие в партийном проекте «Крепкая семья». Активно сотрудничаю с волонтерским центром города Чебоксары. «Заявите себе, принять участие в интересных проектах, предложить варианты решения важных вопросов – так видят свои задачи молодые парламентарии. Третий год подряд Госсовет Республики проводит конкурс молодежных проектов «Мое будущее» в Чувашии. Кстати, одна из номинаций – патриотизм. Особенно актуальна в год 75-летия Великой Победы. Это прекрасная возможность привлечь внимание молодых к сохранению исторической памяти о подвиге советского народа. Все документы в одной базе. В ближайшие 6 лет количество услуг, оказываемых гражданам Республики в электронном формате, должно составить 90%. Электронный оборот документов удобен как для людей, получающих различные услуги, так и для самих ведомств, которые их оказывают. Запросы обмен сведениями происходят в специальной информационной системе. При предоставлении государственных и муниципальных услуг ведомства не должны требовать от заявителей справки и документы, которые уже находятся в распоряжении других органов. У нас все органы исполнительной власти 100% подключены к системе межведомства электронного взаимодействия, в системе более 2000 активных пользователей. Ну и порядка 99 всех межведомственных запросов у нас выполняется уже не на бумажных носителей, а с использованием системы электронного межведомственного взаимодействия. Большая работа сейчас была проведена в рамках предоставления всевозможных справок из единой системы ИПРА, так называемой, где эти документы были исключены. За 2019 год в рамках предоставления услуг органами исполнительной власти направлено почти 35 тысяч запросов. Органы местного самоуправления более 88 тысяч раз обращались к федеральным органам. Самыми популярными были справки по линии Минтруда и Росреестра. В 2020 году Чувашия получит субсидию для дальнейшего развития системы межведомственного взаимодействия. Татьяна Трофимова, Павел Редков, Республика. Чебоксарские ястребы завершили первый этап Суперлиги 2 на первом месте в группе. Последние две игры в Санкт-Петербурге закончились убедительной победой чебоксарских баскетболистов. Впереди по две игры дома. Уже в эти выходные в Чебоксарах пройдут встречи с тульским арсеналом. Таковы главные новости к этому часу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова